Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашего занятия – отравление, оказание первой помощи. План занятия – отравление в виде отравления, первая помощь при отравлении, профилактика отравления и меры принимания в случае отравления. Отравление – расстройство жизнедеятельности организма, возникшее следствие попадания в организм яда или токсина, а также действия, вызвавшие такое заболевание. Близкие понятия к отравлению называются интоксикацией. Ядом являются любые вещества, которые при попадании в организм вызывают отравление, заболевание или смерть. Последствия отравления зависят от различных факторов. Это в виде ядовитого вещества, количество ядовитого вещества, время, когда наступили отравления, длительность контакта с ядовитым веществом, в физиологических характеристиках пострадавшего, способе попадания в организм. При характеристике отравления используют существующие классификации ядов по принципу их действия. Это может быть раздражающие, прижигающие, гемолитические и другие. В зависимости от пути поступления ядов в организм различают ингаляционные через дыхательные пути, пероральные через рот, перкутанные через кожу, инъекционные при парентеральном введении и другие отравления. Отравление через пищеварительный тракт Это происходит при попадании токсических веществ в организм через рот или при контакте этих веществ с губами или с резистой рот. Это могут быть лекарственные препараты, моющие средства, пестициды, грибы и растения. Многие вещества в небольших количествах не являются ядом и приводят к отравлению только при приеме в значительной дозе. Часто встречается через пищевое отравление через пищеварительный тракт. Пищевым отравлением называют расстройства пищеварения, возникающие после употребления испорченных или недоброкачественных продуктов. К пищевым отравлениям относятся дезинтериоз, санванилиоз, эширихиоз и другие болезни, вызванные бактериями или вирусами. Газообразные или выдыхаемые токсические вещества попадают в организм при вдохе. К ним относятся газы или пары, например, угарный газ, выходящий из выхлопной трубы автомобиля или попадающий в помещение из-за плохой птички печи или в обогревательном устройстве, азота и вещества, применяемые на производстве. Токсические вещества, проникающие через кожный покров, могут содержаться в некоторых растениях, растворителях и средствах от насекомых. Инициируемые токсические вещества попадают в организм при укусе или ужаливании насекомыми, животными или змеями, а также при введении лекарства или наркотиков шприцом. Зависимо от того, какой токсический агент стал причиной отравления выделяют отравление угарным или светильным газом, пищевое отравление, отравление ядохимикатами, отравление кислотами или щелочами, отравление лекарственными препаратами или алкоголем. Основной группой веществ, вызывающих острые отравления, являются медикаменты, алкоголь или суррогаты, прижигающие жидкости, оксимулирота и грибы. По характеру воздействия токсического вещества на организм выделяют такие виды интоксикации. Это интоксикация острая, интоксикация подострая, интоксикация сверхострая и интоксикация хроническая. Интоксикация острая – это патологическое состояние организма, являющаяся результатом однократного или кратковременного воздействия, сопровождаясь выраженными клиническими признаками. Интоксикация подострая – это патологическое состояние организма, являющиеся результатом нескольких повторных воздействий. Клинические признаки менее выражены по сравнению с интоксикацией острой. Интоксикация сверхострая – острая интоксикация, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, признаками которых являются конвульсия, нарушение координации, витальный исход наступает в течение нескольких часов. Интоксикация хроническая, патологическое состояние организма является результатом длительного воздействия и всегда сопровождается выраженными клиническими признаками. При отравлении самое главное это определить, что произошло отравление. Обратите внимание, нет ли чего-либо необычного на месте происшествия, будь то неприятный запах или пламя, дым, открытые или опрогнутые емкости, открытая аптечка, перевернутые или поврежденные растения. Признаки отравления, основные признаки или симптомы отравления относятся это общие болезни, несостояния или вид пострадавшего, произникают симптомы внезапного приступа заболевания, тошнота, рвота, понос, пол в груди или животе, нарушение дыхания, потлеивость, силуное отделение, потеря сознания, мышечная потерпевация, судороги, ожоги вокруг, на языке или на коже, естественный свет кожи, раздражение ранг, странное манерное поведение пострадавшего. Основным принципом оказания первой помощи при любой неотложной ситуации, связанной с отравлением, сперва опросить пострадавшего или свидетеля и постараться выяснить, какой вид отравляющего вещества был принят, в каком количестве, как давно. Если ядовитель вещества неизвестно, собрать небольшое количество рвотной массы для последующей медицинской экспертизы. Первая помощь пострадавшим от отравления должна быть оказана как можно раньше, так как при острых отравлениях возможно очень быстрое нарушение дыхания, кровообращение и сердцеведение. В своем времени оказанная первая помощь часто предотвращает возможность летального исхода. При большинстве отравления первая помощь должна сводиться к скорейшему удалению ядовитых веществ из желеточного кишечного тракта, обильное промывание, прием слабительных и т.д. При промывании пострадавших должен лежать на левом боку. При промывании сидя отравляющие вещества попадают из желудка в кишечник. При попадании ядов на кожные покрови тела нужно быстро убрать их с поверхностями кожи с помощью ватного или марлевого тампона хорошо обметь кожу теплой белой водой или слабым раствором пищевой соды. При отравлении ядовитых веществ через дыхательные пути необходимо вывести пострадавших на свеч в воздух, освободить его от затрудняющих дыхания от вишня. Затем надо прополаскать рот и горло слабым раствором пищевой соды. В случае необходимости нужно сделать пострадавшим искусственное дыхание, а в очень тяжелых случаях произвести закрытый массаж сердца. Для приезда врача пострадавшего необходимо уложить в пастель теплую его украдку. При попадании кислот или желудочной кожи необходимо их смевать в течение 50 минут в струе теплой воды. Если ядовитые вещества попали в глаза необходимо промывать их в струе воды в течение 20-30 минут. После промывания на поврежденный глаз наложить повязки и незамедлительно обратиться к врачу. При отравлении угарным газом у кистья углерода необходимо пострадавшим немедленно вывести на чистый воздух, на голову и грудь наложить холодный компресс, дать выпить крепкий чай или кофе. При ослабленном дыхании производить искусственное дыхание. При отравлении алкоголем пострадавшим дают выдыхать на шатерный спирт, проводят промывание желудка теплой водой или слабым раздвоем китовой соды, а в тяжелых случаях проводят искусственное дыхание и закрытый массаж сердцем. При отравлении ядовитыми грибами проводят неоднократные промывания желудка, дают энтеросорбитки на основе активированного уголя или линия на фильтру, слабительные, согревают пострадавшими грелками, необходима срочная госпитализация пострадавшего. При отравлении кислотами пострадавшими дают выпить молоко, сыр, яйц или растительное масло. Питьевую соду применять не следует. При затруднении дыхания проводят искусственное дыхание. При всех случаях отравления необходимо как можно скорее обратиться к врачу с советом. Пищевое отравление может произойти в случае, мы уже сказали, если при приготовлении пищи не соблюдается санитарная норма или срок годности продуктов уже истек. С целью профилактики острых бытовых отравлений рекомендуется не оставлять лекарственные препараты в доступных для детей местах, убирать их на высокие балки в закрытых контейнерах для домашней аптечки, в закрытых шкафе и так далее. Не оставлять маленьких детей без просмотра, а более старшим детям объяснить об опасности самостоятельного употребления лекарственных и химических средств. Не превещать возрастные дозировки назначенных врачом лекарственных препаратов. Не используют лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Средства бытовой химии применять только по назначению в строгом соответствии с инструкциям. Хранить препараты лекарственных препаратов, а также изделия на их основе используют только для медицинских технических целей, а также с вами рассматриваем по профилактике пищевого отравления. Мойте руки перед каждым приготовлением и приемом пищи, а также после того, как держали в руках сырое мясо животного или птицы. Тщательно мойте фрукты и овощи. Мойте ножи и разделочные доски после того, как они соприкасались с сыром мясом. Хорошо пожаривайте рыбу и мясо. Избегайте сырой рыбы, мяса и яйца, при чем еду от мух. Не употребляйте в пищу сомнительные продукты, например, с плохим запахом или несвежим. Не употребляйте в пищу продукты из треснувших или сдутых консервных банок. Поддерживайте в холодильнике температура, режим. Будьте осторожны с едой из кубчих питов. Очень осторожно употребляйте в пищу грибы. Не езжайте пазелоневшие картофель, аппаратурсы хорошо очищайте. Не езжайте ядра кастольчик, слив, персиков, абрикосов. Не употребляйте в пищу икры и молоке, щуки, акуни, нанима, скумбири. Если они были пойманы во время мереста, ветер берет времена, рыбы выделяют ее. Не храните еду в осилькованной, медной или посарапанной, эмалированной посуде. Особенно это касается кислотосодержащих продуктов. Не храните консервированные продукты в металлических банках более двух лет. Не покупайте консервы в мятой таре или без икитки. Продукты из открытой банки сразу переложите в другие посуды, из материалов, которые не окисляются. Выбитые отравления чаще всего наступают при употреблении недоброкачественных продуктов питания, медицинских препаратов, использовании средств битовой химии и удобрений, неосторожном обращении с приборами, содержащими сруту. Возможно также отравление тяжелыми металлами, нитратами, пестицидами, этиловым и метиловым спиртом, никотином, наркотиками и угарным газом. Профилактика отравления заключается в выполнении следующих правил. Не принимайте лекарственные препараты с истыгшим сроком годности вместе с алкоголем и дозами, превышающими предписанием врачом. Этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе используйте только для медицинских и технических целей. Средства бытовой химии принимайте только по назначению строго соответствующими инструкциями. Работа с использованием аллова, свинца и других металлов проводите в хорошем проветриваемом помещении. По окончании работайте, тщательно мойте руки и убирайте рабочее место. Не храните маринованные кислые и соленые продукты и осеньковые и декоративные посуды. Исходжуйте в пищу те частые растения, которые содержат меньшее количество нитратов. Учитывайте, что предварительная обработка овощей, мытья и чистка снижает количество нитратов примерно где-то 10-12%. Салаты и соки употребляйте только в свежеприготовленном виде. Не пользуйтесь алюминиевой посудой для приготовления овощных блюд. Правильно подбирайте используйте пестициды для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений. Медицинские препараты, средства бытовой химии и другие опасные вещества хранят отдельно от пищевых продуктов в местах недоступных для детей. Не храните пищевые продукты в таре, осмолодавшиеся из-под химического вещества. Перед употреблением свежих овощей и фруктов тщательно моют. Отравление угарным газом происходит при пожаре в гараже и ангарах, где работают двигатели внутреннего сгорания, обороты и двери закрыты в случае нарушения правил пользователя отопительными системами. Первая медицинская помощь при отравлении заключается в проведении следующих мероприятий. Вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух, укреп и согреть его, дать понюхать ватку с нашательным спиртом, при остановке или нарушении дыхания провести искусственную вентиляцию легких, доставить пострадавшего в лечебном учреждении. Всем спасибо за внимание. При изучении темы, если какой-нибудь вопрос возникает, пожалуйста, запишите мне. пострадавшего